У меня это достаточно традиционно. Традиционно, хотя и много трепетаций. Борис Тимофеевич, Вы же публиковали фрагмент в независимой газете. Какие-нибудь отрики уже были на него? Ну, я не смотрел. Вот есть... здесь... Хороший ответ здесь. Я не видел отрика в независимой газете, но многие люди говорили, что они читали. Нет, это не написано в газете. Ну, отрики по газе, но интересно почитать. Можно ответить на этот вопрос? Дело в том, что на сайте издательства есть, естественно, ссылка на этот отрывок. И статистика посещения этой записи, поскольку программист видит эту статистику, она говорит о том, что довольно много людей просмотрело, и в этой записи больше посетителей, чем у соседних новостей, не менее интересных, связанных тоже с книгами вышедшего издательства. Так что мы с нетерпением ждем романа. Думаю, что это и есть лучший отклик на отрывок. То есть, только я спрошу недома, дорогие друзья, что роман наукообразен, его нельзя читать. Наоборот, это плутовской роман, по сути, который рассказывает о нашей жизни. Жизнь плутовская сейчас. Ну и роман такой же. Он не от моего имени написан. Хочу еще раз сказать. И это не потому, что я пугаюсь от ответственности, а просто герой там, другой учащий. Он попадает в научную ситуацию случайно. И это тем более интересно получается. Потому что, когда очень грамотный ученый приходит, то с ним ничего случиться не может. Он говорит, что я не все. Получаются разные вещи. Вообще о жизни можете задавать вопросы, Марина Симотельевна. Конечно, жизни. Когда лучше быть странным? Когда настанет Рай? А она сейчас сам. Каждый миг замечательный и радостный. У каждого Райка будет в своем время. Радость, она же не зависит от власти. В советское время я очень трудно жил, очень тяжело. И у меня были очень тяжелые отношения с аутистическими этими самыми. И тем не менее, я ужасно радовался жизни. Иногда. Моя жена с ним. Правда, конечно, что я мрачный. И так далее. Но иногда я очень радовался. Вот Юрий Костандарт, который знает, как я радовался. Радовался. Бывал. 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 А живым мы, конечно, хочем. Сейчас получше-то живем. Поэтому я с тех пор как-то постараюсь понять, что каждый миг может достать радость, если ты этого захочешь. При Тиберии было, может, еще... В времена там еще каких-то там... Ну, мало ли что, что не бывало в жизни. А радость всегда находилась. Она найдет вас. Сегодня найдет. В 12-й поле. Он тогда... А жизнь не... О жизни, да, и... Расскажите, как вы впишете? О правой. В коре. Что I need to write? Сторвш愤 у меня нет. Хожу я пешком, держу на метро, пишу право рукой, потом перепечатываю на компьютер. Что? Перепечатываете, что ли? Да. Но потом перепечатываю на компьютер. А, да. Борис Тимофеевич, а вот на материке, которую вы прочитали, у вас там глифон предпринимает попытку направить этот эфирный ветер. Ну, так дело расставлено. Вот это и получается, да, в итоге. А в чём месседж-то ваш? В том, что в таком фатализме, что не нужно пытаться или не нужно пытаться перенаправить? А если нужно, то зачем? Ну, это хороший вопрос. Зачем вообще? Он себе на протяжении романов всё время задаёт этот эфир, он доктор как раз наук, и он занимается физико-математическим. Он занимается вот этим эфиром долгие годы, и он хочет понять, он хочет... У него целая философия и философия того, как человечество... Он считает, что человечество подрезало, греха там, в этом во всём и так далее. Что впереди нас ожидают очень тяжелые времена. И по воззрениям некоторых философов и других, человек может стать... Мы всегда говорим, что душа — друг тела. А есть понимание такого тонкого или эфирного тела. Он хочет найти его. Там описывается. Там все приборы от теслометра до этого, они все подлинные. Это же ничего не выдумано. Кстати, про Тесла я не стал уже рассказывать. Потому что он сейчас уведёт нас в сторону далеко, и в многом участии. Но и он занимался этими проблемами и специально молчал. И сейчас, по-моему, про Николу Теслу говорить, то вечер нас перечёт планов. Это очень интересно. А что-то в 2015 году имеет отношение к этому трифору конкретно? Просто год жизни. Просто. 2012 год. И всё. Но это надо читать весь роман. Я не мог вместить, а рассказывать своими словами, как он начинал это дело, как это прошло. Там рассказывается предыстория американских экспериментов других. В таком, кстати, сниженном ключе и с некоторым юмором. Потому что трудно рассказывать большие куски, как это происходило напрямую. Хотя это всё абсолютно подлинно, вынутое из документов, из книг и так далее. Но это читается всё, уверяю вас, без всякой натуги, скуки и какой-то тревожной митинности. Спасибо. Пожалуйста, ещё вопросы. По теории Фёдорову расскажут. Ну что же она скажет? Это очень портно. Украина. Фёдоров выдвинул теорию патрификации. Он хотел восстановления всех покорений или отцов. То есть он хотел восстановить всех умерших людей. Ему говорили, что воскресенье восстановить, но он хотел восстановить их физически. А не просто в таком. Вот как раз эфир, эфирные тела, если они возможны, если, конечно, это не бред, как будут говорить и так далее. А многие так и говорили, ещё будут говорить. Но потом, я думаю, это как раз и есть промежуток между человеческим телом и Духом. Эфирное тело, когда человек остаётся в теле, ну, апостол Павел говорил, я о тонком теле ещё, апостол Павел говорил. В тонком теле, значит, в эфирном теле. Возвращаясь к Фёдорову. Теория Фёдорова очень большая. Философия общего дела. Он считал, что философия нашего общего дела восстановить все ряды, так сказать, умерших предков так, как они есть. Потому что он не мог как бы смириться с тем, что их больше нет. Это не очень обрублён, наверное, извините. Ну, так, как бы, пересказать теорию. Так он хотел, чтобы родить ищебные? Нет, он про эфир не говорил. Это я уже договорил за него, за Фёдором. Фёдор об этом не говорил. Но как раз проблема его и состояла в том, что он не знал, как физически возродить отцов-то. Но физически это... Вот и все, это решает эту проблему. Ну, это реально у нас. Я понимаю, что... Я сегодня хотел вначале сказать про нитши, извините, и сказал, отвечая на ваши немые укоры, что есть вне науки. Если точно стану поднечистость, чтоб я не знал, сейчас мне где-то записал специально. Как он говорил. Вот. Да, да. Есть вне научное и вне научное знание. Вот так он, по-моему, в веселой науке говорил, да. Вот это... Я не могу сказать, что это не научное знание. Это вненаучное. Пока знание об эфире является вненаучным. Так же, как и теория Фёдорова, является вненаучным пока. Но нельзя назвать ненаучным. Воспользуемся нитши. Вот Юрий Иванович поправит. Я, конечно, объявляю. Я очень про нитши. Веселую науку. Помните, да? Да, замечательно. Он, кстати, о вкусе там говорит. Очень интересные вещи нитши говорит. У вас вообще нитши мало читает, и знает в основном по каким-то отвлекам. Таких новосящихся. И вообще, если его внимательно почитать, то его бы очень сгодился. В нашей сегодняшней духовной практике. Я ответил на ваш вопрос, или нет, на какие переводы? Нитши, да? А вы читали? Ну, переводы... Здесь я, конечно, не могу спорить. Мне казалось, что есть хорошие переводы. А какие хорошие? Ни одно не плохое. Ну и, как говорил Заратушка, очень неплохой же перевод. Очень неплохой, но нехороший. Юрий Иванович, как вы считаете? Очень плохие переводы. Очень плохие переводы. Юрий Иванович Архипов, который переводил... В 19 веках, они умерли переводы. А современных нет? А современных нет? Ну, мысли все-таки там... Я как бы уцепить можно. Это, скорее всего, не мысли митчика, а мысли переводы. Ну, это можно об этом догадаться. Ну, вот, а в ненаучном и ненаучном знании, мне это мысли понравилось в переводе. Я как бы раньше не задумывался об этом. Это очень просто. И я думаю, что это не совсем точно переводит. Ну, я-то понимаю примерно, как это будет. Ну, невозможно я согласен с вами. Наверное. Наверное. Ну, я думаю, тут и перейдет нитча хорошо. Однако, я благодарен ему за того нитча, который я прочитал по-русски. Но, все-таки, если бы я его не прочитал так, то было бы уже, что я его прочитал так, как я его прочитал. Мне кажется, так. Еще уважаемые граждане... Пожалуйста, Маргарита. Мне бы вам вопрос. Первый – это по научной работе, да? Когда мы писали. Мне интересно, это было перед работой, процессе работы или после работы. То есть, как следует, это что параллельно. А второй вопрос. Ну, нельзя не верить, наверное, в эфирный ветер. Когда пишешь «не верить». Не верить сначала, а потом, знаешь. Я имею в виду автор, когда пишет, что «можно, а не верить», и он пишет, как вы. Вы как-то чувствовали взаимодействие с этими силами? Оно приходило к вам? Да, я почувствовал еще раньше, когда я начал писать. Потому что я вообще, как Леонид Евгеньевич, знал, какой-то скромный человек к Леониду Евгеньевичу, так вы сказали, кто-то старат. Да. Ну, вот есть у меня это. Я очень с большим вниманием отношусь к этим вещам, потому что, наверное, очень собственный опыт такой. Я уже о нем рассказывал, не буду повторять, как раз очень я буду... У меня будет тяжелейший перетонит в свое время, и я несколько часов находился непонятно где. Я упал нахуй, лежал, потом прошло много часов, потом у меня заболевали, делали операцию и так далее. Но вот в это время я получил такой небольшой какой-то опыт, который мне очень трудно пересказать, я могу сказать. Он не соответствует тому, что я читал огромного, а я очень много прочитал. Вот Юрий Викторович Пасмин, который снабжал меня всегда замечательными книгами, да? Пёдр молзывает, начиная от этого и дальше, всеми книгами. Но такого опыта я ни у кого не встретил у себя. Но, может быть, с тех пор как раз я был и как-то обострённым, к сожалению, как собака внюхивается в след, я внюхиваюсь в то, что происходит такого чего-то необычного. И, может быть, эфирный ветер показался мне очень интересной теорией. Я её, вот отвечая на ваш первый вопрос, конечно же, не перед этим читал. Это шло параллельно. Я начал писать и всё время, когда открываю параллельно, бежал от компьютера, круглописи и смотрел интернет, потом у меня было несколько книг и так далее. Корректировал те куски. А там были другие куски, которые совершенно не имеют отношения. У нас жизнь состоит не только из этих этого метра. Там очень много другой, там, всякие там, довольно интересные вещи есть. Начинается она с того же необычного. Ну, в общем, работа шла параллельно, не до. Тот, кто читает литературу до письма, он чаще всего пишет научную работу. А я написал роман. Всё-таки. Какое? Вы определите сами. Я надеюсь, чтобы это обращалось. Ещё. Вот я подумал всё-таки. Что такое ветер? Это движение некой матемии с определённой матемией. То есть оно имеет направление и величину. Да, некую. Ну, если есть ветер, где его вентилятор, то есть точно. Но я уже сказал, что по прикидке наших учёных, он двигается из созвездия Льва. Убирается вентилятор. 26,9. Ну, насчёт вентилятора не указывается. Предполагается, что это высшая сила вентилятора. Вентилятор ветер, а физического, как бы, не сказано. Ну, нет такого источника. Прижми к тому, как в начале было слово, да? Ну, не совсем так, не совсем-то. Теперь слово немножко напомнило другим, другим ветерам. Ну, в принципе, можно и так сказать. Может быть, и так. Но вот эти выкладки из бедов семья. Понимаете, я бы сам не осверился на такие дерзкие. Он просто написал романы с предположений. И не называя ответы, сказал, я что-то чувствую. Вроде что-то на меня летит. В самом деле, по-другому, 26,9 градусов по направлению Г и так далее, ветер обдувает. Земля из-за этого ветра, как установили некоторые учёные, кто-то с ним не согласен, приобретает форму груши. Вы понимаете, если есть вектор, на котором есть величина, то значит, если есть эксперимент, это 100% возможный эксперимент по изменению. Ну, они продолжаются сейчас, они идут полным ходом и у нас, и в других листах. Созданные... А чего-то сих пор не померят. Ну, не могут померить. О, из ветра. Нет, это довольно сложно, он не померится. Ведь это же не обычный ветер. Там у меня в романе делается как бы разница. Всё время есть параллель обычных ветров, которыми не являются и ветра... Да нет обычных веток. Все ветра необычные. Даже кровоток у нас в организме, эта вещь необычная. В конце концов, не существует аномер. Да, я понимал. Все ветры Стребожьей внуции летят с моря стрелами. Ещё было написано, помните? Словие апопырии были замечательные сроки. Летят с моря стрелами эти ветры, и мы не всегда можем понять, откуда они летят. Ну, с моря, откуда они летят. Ну, с милостью обзора, я тяни, я тяни. Я тяни.